События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в 2019 году. 19 июля 2019 года 21-летняя Элли Костиал отправилась на встречу с друзьями. Компания посещала бар, популярный среди студентов города Оксфорд, расположенного на севере штата Миссисипи. Камера наружного наблюдения запечатлела, как Элли покидает заведение в 23 часа 52 минуты. Спустя 5 минут она села в такси, заказанное через приложение Uber, которое должно было отвезти ее домой. Но уже утром девушку нашли в 50 километрах езды от бара на берегу озера Сардис. Элли, чье полное имя Александрия Мэдисон Костиал родилась 11 сентября 1997 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Она была старшим из двух детей у своих родителей Кита и Синди Костиал. Окончив в 2016 году среднюю школу, Элли продолжила обучение в университете Миссисипи. Она изучала маркетинг и после окончания учебы надеялась работать в индустрии моды. У Элли был широкий круг интересов и она принимала участие во многих мероприятиях в кампусе. Она была инструктором по йоге и фитнесу, а также занимала должность президента университетского гольф-клуба. По состоянию на лето 2019 года Элли оставался один год обучения, но на всех ее планах и мечтах был поставлен крест. 19 июля 2019 года, примерно в 7 часов вечера, Элли, разговаривая со своей матерью по телефону, сказала ей, что собирается пойти повеселиться с друзьями. Компания проводила время в этом баре, расположенном рядом с кампусом университета. В 23 часа 52 минуты Элли вышла из заведения, прошла по улице около 50 метров и села в заказанное ею такси, на котором должна была поехать домой. На записи видно, как минивэн, в который она села, покидает район бара. До ее дома, расположенного примерно в 5 километрах отсюда, можно было доехать за 10 минут. На следующий день, 20 июля 2019 года, в 10 часов 23 минуты, офицер из офиса шерифа округа Лафайет во время планового патрулирования в районе Хармонтауна обнаружил женское тело рядом с пустующим рыбацким лагерем. Это довольно уединенное место рядом с озером Сардис, где легко укрыться от посторонних глаз и доехать к которому можно только по грунтовой дороге. В нескольких сотнях метров от тела была найдена женская сумочка, внутри которой были документы, позволившие установить личность жертвы. Ею оказалась Элли Костиал. Причиной ее смерти стали множественные пулевые ранения. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы из тела девушки извлекли 9 пуль. Это могло указывать на то, что Элли вероятней всего была знакома с человеком лишившим ее жизни и что у этого человека были с ней личные счеты. Этим могло объясняться такое большое количество ранений. Осмотр места преступления показал, что злоумышленник на спусковой крючок как минимум 11 раз. Именно столько гильз нашли полицейские. О случившемся с Элли сообщили ее родителям живущим в Сент-Луисе. Смерть дочери стала для Кита и Синди невосполнимой потерей. Они не могли понять кто и за что совершил такое с их ребенком. В тот же день, когда было обнаружено тело, детективы стали восстанавливать события предшествующие смерти Элли. Полиция заполучила эту запись, на которой запечатлен момент того, как девушка садится в такси и уезжает. Как оказалось водитель такси не имел к произошедшему никакого отношения. Соседка по комнате Элли рассказала детективам, что та вернулась из бара вскоре после полуночи, но утром ее в доме уже не было. Ни на месте преступления, ни в доме где жила девушка полиция не смогла найти ее телефон. Его местонахождение попытались отследить, но все что это позволило узнать, это то что последний раз он был активен в черте города уже после смерти Элли. Это позволило полиции предположить, что телефон вероятно находится у человека расправившегося с ней. В то же время опрашивая друзей Элли в попытке выяснить кто же мог желать ей зла, детективы услышали от нескольких человек одно и то же имя. Брэндон Тисфилд. 22-летний уроженец Техаса Брэндон Тисфилд так же как и Элли обучался в университете Миссисипи и они были знакомы не первый год. Данная фотография на которой изображены Элли и Брэндон была сделана в 2016 году за три года до смерти девушки. По словам тех кто близко знал Элли, ее с Брэндоном связывали романтические и в то же время проблемные отношения. Как таковой парой они не были. Если Элли хотела серьезных отношений, то парень к этому не стремился. Они то прекращали общение, то вновь возобновляли его. Некоторые из тех кто знал Брэндона лично, описали его полиции как жена ненавистника и папиного сынка. Он часто хвастался деньгами своего отца и козырял тем, что папа сможет решить любые его проблемы. На следующий день после обнаружения тела, 21 июля, детективы смогли дозвониться до Тисфилда и попросили его прийти в полицейский участок, сказав, что хотят задать ему несколько вопросов. Брэндон ответил, что обязательно придет, но только на следующий день, утром в понедельник. Еще одну зацепку указывающую на Тисфилда полиция обнаружила в часах Элли, найденных в ее комнате. Как было установлено в ночь своей смерти, она вела переписку с Брэндоном и они планировали встретиться. Утром в понедельник, 22 июля, так и не дождавшись прихода Тисфилда в участок, полицейские начали отслеживать его телефон. Так выяснилось то, о чем многие уже догадывались. Тисфилд не собирался приходить в участок. Судя по движению его телефона, он ехал по межштатной автомагистрали в сторону Мемфиса в штате Теннесси. В 9 часов 30 минут полиция Мемфиса заметила пикап Тисфилда на одной из заправочных станций, где его и арестовали. Уже к 16 часам этого же дня, молодой человек был доставлен в округ Лафайет, где нашли тело Элли, давать показания он отказался и потребовал адвоката. При осмотре на его одежде заметили маленькие темно-красные пятна, которые, как потом установила экспертиза, несли в себе ДНК Элли Костиал. В автомобиле Тисфилда нашли то, что не оставляло никаких сомнений в его причастности к смерти Элли, а именно кейс с орудием преступления. В поисках возможного мотива подтолкнувшего Тисфилда к расправе над Элли, детективы углубились в изучение переписки, которую они вели не один год. В целом был сделан вывод, что Брэндон манипулировал Элли. Она была в него влюблена, в то время как парень рассматривал их общение как возможность периодически, когда этого захочет именно он, вступать в интимную близость. В большинстве случаев сообщение писала Элли, а Брэндон зачастую игнорировал ее. Однажды, посчитав, что она ведет себя слишком навязчиво, он заблокировал ее номер телефона, чтобы она не могла ему писать. Но самое важное, что было обнаружено при изучении их переписки, это то, что за три месяца до своей смерти, в апреле 2019 года, Элли отправила Брэндону фотографию теста на беременность. Она сопроводила фотографию подписью, в которой говорилось, что на тесте как будто просматривается еле заметная синяя полоска. Но она подождет и посмотрит, будут ли у нее месячные. На что Брэндон ответил, что даже если она беременна, они не будут оставлять ребенка. Он ясно дал понять, что не собирается становиться отцом и сказал, что ребенок может разрушить его жизнь. Элли писала, что хочет встретиться и обсудить все лично. Но Брэндон каждый раз находил причину, по которой не мог прийти навстречу, а в подавляющем большинстве случаев он и вовсе игнорировал ее сообщения. За неделю до своей смерти, 12 июля, Элли отправила Брэндону еще две фотографии с неоднозначными тестами на беременность, а 18 июля отправила изображение своего живота, словно намекая на беременность. На следующий день, 19 июля, а это напомню тот день когда Элли отправилась в бар, примерно в 16 часов Брэндон сам написал ей, поинтересовавшись будет ли она сегодня дома и сказав, что может зайти к ней. Через пару часов после того, как парень написал это сообщение, Элли отправила ему еще одно фото с изображением своего живота, а также написала, что он уже не такой маленький, но она может притворяться, что просто потолстела. На это Брэндон ответил, чтобы Элли сообщила ему, когда вернется домой из бара. Таким образом вырисовывался предполагаемый мотив, Брэндон не хотел становиться отцом. Помимо предполагаемого мотива, детективы нашли еще и доказательства того, что содеянное с Элли было не спонтанным и Тисфилд к этому готовился. Изучив историю его интернет поиска, полицейские обнаружили, что за неделю до смерти Элли Брэндон начал искать информацию о том, как уйти от ответственности, как скрыть преступления, как заманить жертву. В частности он изучал, как это делал Тед Банди. Также он искал информацию о глушителях и способах прервать беременность. Гуглил фразу, что делать, если мать хочет ребенка, а отец нет. При обыске квартиры Брэндона, детективы обнаружили написанное им на следующий день после смерти Элли письмо, адресованное его родителям. Содержание письма говорит о том, что Тисфилд понимал, чем все это для него закончится. В письме есть такие фразы «Это конец для меня. Я или окажусь в тюрьме, или умру. Я знаю, что меня поймают» 30 августа 2019 года Брэндону Тисфилду предъявили обвинение по делу Элли Костиал. Своей вины он не признал. Ему грозила смертная казнь, если бы смогли доказать, что он не только лишил жизни Элли, но и похитил ее. Если с доказательствами того, что именно Брэндон расправился с Элли проблем не было, то доказать, что девушка не сама села к нему в машину, а он ее похитил, было крайне тяжело, практически невозможно. И в то же время судебный процесс, где возможно вынесение смертного приговора, мог затянуться на долгие годы, что доставило бы еще большие страдания семье Элли. В итоге Тисфилду было предложено заключить сделку со следствием. Ему предложили признать вину в лишении жизни Элли Костиал, в обмен на то, что ему гарантированно не будет грозить смертная казнь. 27 августа 2021 года Брэндон Тисфилд, представ перед судом, признал свою вину. Сразу стоит отметить, что никаких подробностей о произошедшем и о своем мотиве сам Тисфилд не сообщил. Но по словам его адвоката, после того, как Элли вернулась домой из бара, Брэндон забрал ее из дома около часа ночи, и они поехали в уединенное место у озера Сардис, где выпивали, а сам Брэндон еще и употреблял запрещенные вещества. Его сознание помутилось и он в итоге расправился с Элли, хотя делать этого, как он утверждает, не планировал. Зная историю его интернет поиска, в это конечно верится с трудом. 27 августа 2021 года Брэндона Тисфилда приговорили к пожизненному заключению. Согласно законам штата Миссисипи, при достижении им возраста 65 лет, у него появится право просить о досрочном освобождении. Как было установлено во время проведения судебно-медицинской экспертизы, Элли Костиал беременна не была.